здравствуйте лекция номер 13 тема лекции методология рап план первый вопрос методология рап второй вопрос метод dsdm это литература по нашей сегодняшней теме рационально унифицированный процесс то есть rational унифилд процесс это раб одна из спиральных методологии разработки программного обеспечения методология поддерживается компания rational software обновление продукта происходит примерно дважды в год в качестве языка моделирования в общей базе знаний используется как юнифилд моделинг лэнгвич то есть язык у м.л. это история возникновения методология рап она появилась в 1967 году то есть подход компании эрикс потом подход компании rational умел это в 1987 и 1995 года от 1995 и 1997 года это решено объекта репоцесс потом потом дальше это rational юнифилд процесс то есть раб появилась именно в 1998 году и до сих пор используется вот эта методология наша итерационная разработка программного обеспечения в раб предполагает разделение проекта на нескольких на несколько мелких проектов которые выполняются последовательно и каждая итерация разработки четко определена набором целей которые должны быть достигнуты в конце итерации конечная итерация предполагает что набор цели итерации должен в частности совпадать с набором цели указанных заказчиком продукта то есть все требования должны быть выполнены методология раб достаточно хорошо формализирован и наибольшее внимание уделяется начальным стадиям разработки проекта анализу и моделированию таким образом это методология направлена на снижение коммерческих рисков посредством обнаружения ошибок на ранних стадиях разработки технические риски оцениваются и расставляются согласно приоритетам на ранних стадиях цикла разработки а затем пересматриваются в течение времени и с развитием проекта в течение последующих итераций новые цели появляются в зависимости от приоритетов данных рисков релизы версии распределяются таким образом что наиболее приоритетные риски устраняются первыми процессором моделирование предметной области определение требований анализ и проектирование реализация тестирование развертывание управление конфигурациями управление проектом управление средой проекта процесс предполагает эволюцирование модели и терация цикла разработки однозначно соответствует определенной версии моделей программного обеспечения каждая из итераций содержит элементы управления жизненным циклом программного обеспечения анализ и дизайн моделирование реализация интегрирование тестирование внедрения в этом смысле раб является реализацией спиральной модели хотя довольно часто изображается в виде графика таблицы ниже мы приведем основные компоненты процесса для успешного процесса разработки необходимо три составляющиеся как видно на рисунке это процесс нотация и набор утилит то есть annotation tools process вот этот треугольник успеха процесс описывает чтобы что мы делаем в каком порядке и каким образом нотация является средством обращения набор утилит помогает автоматизировать процесс и управлять им то есть вот это вот этот треугольник успеха они работают совместно в раб представлены все три три компонента сначала рассмотрим функции нотации которые производят следующие действия осуществляет склеивание процесса введенные целые является языковым средством принять те решения которые не очевидны из исходного кода предоставляет семантику для отображения важных стратегических и тактических решений предлагает форму достать достаточную для того чтобы размышлять а потом принимать решение и средства автоматизации процесса для того чтобы манипулировать форме формализ и извините пожалуйста формализованными данными фактическая нотация охватывает разработку программного обеспечения начиная с анализа и закачивая внедрением продукта нотация в случае раб у мл формальное языковое средство описание процесса далее рассмотрим структуру процесса а также приведем набор утилит используемых в процессе управления разработкой проекта согласно раб предоставляет структурированный подход гитарационной разработки программного обеспечения подразделяя процесс на четыре основные фазы во времени исследование начала уточнение плана конструирование построения и переход развертывания к сожалению в русском языке нет установившиеся терминологии поэтому в дальнейшем мы будем использовать английские термины сопровождая их переводом на русский язык на следующем рисунке представлена широко распространенное изображение фаза раб целью мы каждый из них из данных фаз является пониманием что мы создаем это понимая что мы создаем фаза сбора информации и анализа требований определение образа проекта в целом следующее это понимание как это мы создаем фаза анализа требования и проектирование системы планирования необходимых действий и ресурсов спецификация функций и особенностей дизайна следующий констракшен создание бета-версии продукта основная фаза разработки и кодирования построение продукта как как восходящие последовательности и рации версии кода следующие трансишн то есть создание конечной версии продукта фаза внедрения продукта постановка продукта конкретному пользователю основные потоки работ процесса деловое моделирование требования анализы проектирование выполнение испытания развертывание основные потоки работ поддержки управления конфигурации изменениями управление проектом среда и так далее это фазы управление эволюции продукта и террациями жизненного цикла раб предполагает приближение конечной цели но отличие от классического стандарта исто методология водопад где трансишн является конечной фазы каждая из фаз может повторяться несколько раз отражая изменения требований заказчика продукта методология раб основана на девяти основных потоках являющиеся элементами террации жизненного цикла программного обеспечения это бизнес-анализ предполагает анализ требований на данные террации жизненного цикла определение желаемых параметров системы нужд и пользователей следующее это требования формализация образа системы предполагает сбор требований управления требованиями перевод требований функциональные спецификации здесь начинается анализ прецедентов и построение пользовательских историй формальное отображение требования пользователя в умео результатами являются документы уровня менеджмента следующий это анализ и моделирование предполагает перевод собранных требований в формализованную программную модель результатом является описание системы на фазе реализации технических проектов это документ уровня разработчиков язык системы язык формализации у мл о котором речь идет ниже процесса и терактивной разработки эволюцировать будет эволюцировать будет продукт именно этого потока модель проекта все изменения привязываются в руб в раб извините непосредственно моделям средства автоматизации и довольно гибкий язык моделирования позволяют управлять данными процессом более или менее безболезненно в плане затрат времени и ресурсов здесь имеется в виду тот факт что результатом разработки является не модель а исполняемый код поэтому заказчик обычно не очень любит платить за моделирование так как модели не является продуктом который ему нужен реализация кодирования предполагает соответственно написание кода элементы кода в раб уже созданы для на этапе анализа и дизайна так как средства реализацию у мл rational rose позволяет создавать элементы кода на нескольких языках программирования методология объектно-ориентированное программирование тестирование предполагает тестирование продукта на данные итерации стоит специально отметить что возвратное тестирование тестирование не ухудшение продукта в данном случае должно содержать все актуальные тесты от предыдущей итерации и прим прим доста прим достаточные тесты от предыдущей transition фазы внедрение предполагает установку продукта на полигоне заказчика подготовку персонала запуск системы плюс прием издаточное испытание подготовка стандартов упаковки и распространение продукта передача материалов отделу продаж действия акционально в зависимости от специфики продукта приведенные выше элементы не являются новыми в плане жизненного цикла программного обеспечения разработки программного обеспечения поскольку место практически в любой методологии возможно за исключением XP где они тем не менее представлены в весьма оригинальном виде особенностью реализации раб как являются временные акценты а именно на каких литерациях будет доминировать те или иные потоки а также наличие универсального языка и набора утилит позволяющие описывать процесс разработки как мы видим на рисунке на начальных этапах этапах эволюции продукта основное внимание уделяется формализации проекта анализ моделирование что направлено на сокращение коммерческих рисков и снижение стоимости ошибок дизайна когда картина более или менее сна начинаются собственно разработка тестирование наконец внедрение продукта следующее это preliminary internal это фактические документы выпускаемые техническим советом для менеджеров предприятия основная цель начальных этапов заключается контракт или соглашение о намерениях дальнейшие итерации собственно начало работы коллектива разработчиков который имеет время и ресурсы для построения формальных моделей UML в данном случае имеет средства позволяющие отображать модель на элементы кода например дерево объектов отображается непосредственно вариаций зависит от мощности реализации выбранного разработчиками языка программирования а также от совпадения взглядов буча и разработок данного языка на объектную модель тоже самое относится к методам теперь теперь рассмотрим элементы касающиеся поддержки продукта Core Supporting Workflows то есть управление конфигурацией изменениями configuration management мощный строй административных действий направленных на управление версиями продукта что предполагает контроль исходного кода моделей используемых модулей тестов документации и так далее контроль версии продукта корпоративные стандарты разработки кода и документации отслеживание изменений ошибок тесно связано с тестированием и поддержкой пользователей следующий менеджмент то есть управление проектом предполагает набор административных действий управления проектом согласно идеологии раб используется средства управления проектом следующий это окружение то есть инвером предполагает создание и поддержку средств анализа проектирования разработки тестирования как программные так аппаратные обеспечения в раб рекомендовано следовать шести практикам позволяющим успешно разрабатывать проект это итеративные разработки это управление требованиями это использование модульных архитектур это визуальное панделирование это проверка качества это отслеживание изменений практики не являются непосредственной частью процесса раб но настоятельно рекомендованы к использованию часть практик можно вытекать из идеологии раб так и итеративная разработка заложена на структуру раб поскольку этот процесс является одной из реализаций спирали управление требованиями в раб появляется на самых ранних стадиях анализа теоретическая модульная архитектура позволяет повторно использовать код и система получает более гибкое в силу того что ум является объектным языком игнорировать модульность можно но несколько затруднительно визуальное моделирование позволяет эффективно бороться с возрастающей сложностью систем кроме того модели являются средствами коммуникации между разработчиками но для этого разработчики должны говорить на ум и предполагает определенный тренинг визуальное моделирование часто осуществляется с помощью инструмента rational rose что позволяет получать набор весьма полезных документов для менеджеров системных администратов разработчиков тестировщики генерировать элементы кода данные средства не являются единственной реализацией ОМЛ доступны коммерческие альтернативы как Microsoft Visio как и бесплатные следует отметить что диалекты ОМЛ реализованные в средствах моделирования не всегда совпадают диалект rational имеет некоторые серьезные различия описанные как в документации так и в книгах по ОМЛ Продукты поддерживающие RAP Ниже перечислены самые известные продукты поддерживающие rational нюнфилд процесс rational роз кейс средств визуального моделирования информационных систем имеющие возможности генерирования элементов кода специальная редакция продукта rational роз real time позволяет на выходе получить исполняем модуль rational requisite pro средства управления требованиями позволяющие создавать структурировать устанавливать приоритеты отслеживать контролировать изменения требования возникающие на любом этапе разработки компонентов приложения rational request продукт для управления изменениями и отслеживания дефектов в проекте тесно интегрирующиеся с средствами тестирования и управления требованиями и представляющие собой единую среду как связывание всех ошибок и документов между собой следующее продукты поддерживающие раб дальше это rational SODA продукт для автоматического генерирования проектной документации позволяющие установить корпоративный стандарт на внутрифирменные документы возможно такие приведения в аргументацию к уже существующим стандартам rational purifier то есть rational quantifier rational coverage средства тестирования кладки rational purifier весьма мощные средства поиска ошибок на runtime для разработчиков приложений компонентов программирующих на c c++ rational visual quantifier то есть это средства изменения характеристик для разработчиков приложений и компонентов программирующих на c c++ visual basic java помогает определить и устранять узкие места производительности программного обеспечения rational visual это автоматически определяет области кода которые не продвигаются тестированию с ну и с и с и с и с и с и с с и с с с и с и с с и с на на с тестирования, Rational Test Manager, система управления тестированием, которая объединяет все связанные с тестированием инструментальные средства, артефакты, сценарии, данные, Rational Robot – инструмент для создания модификации автоматического запуска тестов, Site Load, Site Check, средства тестирования веб-сайтов на производительность и наличие неработающих ссылок, Rational Performance Studio – изменения и предсказания характеристик производительности систем. Вопросы по нашей сегодняшней теме. Первая – концепция методологии РАП, вторая – этапы РАП, следующие – процессы РАП, следующие – варианты метода DSDM и последние – принципы DSDM. Спасибо за внимание. До свидания.